Корпоративные воины. Газпром, Межрегионгаз. Владимир судится с Владимиртеплогазом. В марте прошлого года еще при прежнем гендиректора Межрегионгаза Сергея Филиппфе Владимиртеплогаз увеличил свой уставный капитал на 10 миллионов рублей. Деньги дала компания Энергосервис. И именно у нее в результате акции Теплогаза оказалось больше, чем у местного Газпрома. Новый руководитель Юрий Дубров, согласно открытым источникам, счел это размыванием доли Межрегионгаза в компании Теплогаз. Представитель Теплогаза в суде это опровергает и доказывает, что у Межрегионгаза достаточно акций, чтобы контролировать Теплогаз. Кроме того, представитель этой компании пояснил нам, для чего понадобилось увеличивать уставный капитал Теплогаза в марте прошлого года. Было в марте месяце окончание отопительного сезона. И всем известно, что теплоснабжающая организация по окончанию каждого отопительного сезона имеет некие финансовые проблемы, потому что должники, потребители зачастую ненадлежащим образом выполняют принятые на себя обязательства. Поэтому увеличение на 10 миллионов уставного капитала, оно помогло обществу выполнить текущие обязательства общества, в том числе и перед Газпромом, по оплате поставленного природного газа. Надо сказать, что опальный бывший директор Межрегионгаза к этому судебному процессу имеет лишь косвенное отношение. Имя Сергея Филиппова всплывает только в связи с доверенностью, которую он выдал своему бывшему заму по финансам Валентине Збитневой. Она и проголосовала от имени Газпрома за увеличение капитала от теплогаза. И показания по этому поводу в суде будет давать не Филиппов, а именно Збитнева. Ее вызывают на следующие заседания. Вместе с тем, в теплогазе вообще считают, что двухмесячный срок исковой данности по данному спору истек. Напомним, решение, по которому Межрегионгаз якобы утратил контроль над теплогазом, было принято в марте прошлого года. Свою позицию новое руководство Газпрома обосновывает тем, что они в течение пяти месяцев ждали ответ от другого исполнительного органа общества, это совет директоров. Но на наш взгляд это тоже немножко как-то странно звучит, потому что один руководитель пишет своему непосредственному начальнику, понимает, что срок исковой давности составляет два месяца, тем не менее ждет пять с половиной месяцев. Добавим, что в суде охотно общается с прессой только ответчик компании Теплогаз. Истец Газпром, Межрегионгаз в комментариях отказывает. А сам арбитражный суд настаивает, чтобы стороны договорились сами и пришли к мировому соглашению.